Лимфатические узлы – первое, что поражается при злокачественных опухолях женской половой системы. Ранее эту проблему решали радикально, удаляя все лимфоузлы в малом тазу, что зачастую приводило к тяжелым осложнениям, например, к отекам нижних конечностей и нарушению работы кишечника. Новая методика позволяет действовать точечно, так как первый метастатический удар от пораженного органа принимает на себя так называемый сторожевой узел, то его-то и нужно исследовать. Наша задача была сегодня, каким образом найти этот первый сторожевой лимфатический узел. Мы сегодня вводили специальный лимфотропный радиофарм препарат, так скажем, рядом с опухолю. Он накапливался именно в том самом первом сторожевом лимфатическом узле и при помощи портативного гамма-зонда или гамма-детектора мы обнаруживали именно этот сторожевой лимфатический узел и удаляли его. Затем сторожевой узел отправляют на биопсию. И если он чист, то метастазов нет и в других узлах. Расширенного хирургического вмешательства не требуется. Получится сохранить естественное движение лимфы пациента и избежать осложнений. Показательную операцию в рамках мастер-класса провели сотрудники научного медцентра онкологии имени Блохина. Алтайскими врачами подобная тактика лечения не использовалась, но после освоения ее внедрят в широкую практику. Делается, конечно же, не всем это пациентам с высокой группой риска. То есть это начиная со второй стадии, это некоторые морфологические формы заболевания. Поэтому мы очень рады, что к нам уже не первый раз приехали наши старшие опытные коллеги из головного учреждения страны. Мы будем учиться и мы будем надеяться, что все это будет во благо наших пациентов. Не так давно этот же метод алтайские врачи освоили при лечении опухолей молочной железы. После применения биопсии сторожевого узла рецидивы заболевания среди пациенток не выявлялись. Что касается рака тела матки, в нашем крае заболеваемость за последние 10 лет выросла на 33%. Ежегодно выявляется около 500 случаев. Онкологи рекомендуют женщинам хотя бы раз в год посещать гинеколога и проводить УЗИ малого таза. Ирина Корчагина, Мария Мацаева, День с толком.